Девчонки, всем привет! Я Полинаша, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу, как создаю свои самые любимые прически. Сменяется время года, скоро у нас осень, и естественно хочется перемен. Кто-то пойдет в школу, кто-то пойдет на работу, кто-то в университет. И я очень надеюсь, что мои туториалы по укладкам помогут вам дополнить и преобразить осенний образ. Давайте приступать. Как вы видите, за кадром я уже помыла волосы, и нам нужно их хорошенько высушить. Важный факт, я никогда не сушу волосы сразу после душа, прям на мокрое. Я даю им, естественно, чуть-чуть подсохнуть. В это время могу нанести макияж или заняться какими-то домашними делами, типа позавтракать. Но если у вас времени прям очень мало перед выходом, можно хотя бы вот так вот их пожамкать полотенчиком, чтобы лишняя влага из волос вышла. Это нужно лишь для того, чтобы не произошел слишком большой скачок температур, и волосы не иссохлись, не ввалились. Думаю, вы уже заметили, что у меня новый фен. Эта модель называется Life NSE Special. Во-первых, его внешний вид. Ну, очень эстетичный вид девайс, который не создает в ванной комнате визуального шума, а наоборот очень хорошо вписывается. Во-вторых, в комплекте есть две самые важные насадки. Это концентратор для направления воздуха и диффузор для сушки кудрявых волос. В-третьих, самое главное, это его функционал. Фен просушивает длинные волосы за 5 минут. На коротких волосах, конечно же, работает еще быстрее. К тому же Life NSE Special это про здоровые волосы. В нем есть защита от перегрева. Его эффективность не за счет высоких температур, а благодаря мощности. Приобрести фен можно на Озон. Сейчас там действует акция «Школьный сезон». Используя карту Озон, стоимость такого фена начинается от 7900 рублей. И по промокоду будет действовать дополнительная скидка в 10%. На сути, все, что я сделала, это высушила волосы феном и уже достаточно красивый глянцевый эффект. Но мы приступаем к укладке. Первая укладка вдохновлена пляжным стилем. Это что-то легкое, непосредственное, невинное и, естественно, с волнушками. Мне понадобится вот такая плойка. Я использую от бренда Babyliss, но, честно говоря, на рынке полно других аналогов. Обязательно смотрите на то, чтобы у вашего инструмента были вот эти нагревающие пластины. Именно чтобы они были тубусной такой формы, не слишком мелкие и не слишком крупные. Среднего диаметра, среднего размера. Тогда кудряшки получатся очень красивыми. С такой укладкой я проходила все лето. И вам правильно может показаться, что это действительно не осенний вид прически. Но тут я с вами не соглашусь, потому что у меня подобные кудри держатся 5 дней. Это настоящий нонсенс. Если бы я знала о таком лайфхаке, когда училась в школе, что не нужно каждый день перемывать голову, я бы каждый день так и ходила. Чтобы продлить жизнь моей укладки, я использую сухой шампунь и наношу его именно на чистые волосы. Тогда укладка и будет держаться 5 дней у меня от бренда Orbe. Я перекидываю волосы из стороны в сторону и пшикаю. И вот так пальчиками распределяю по всей коже головы. За счет этого сухого шампуня, кстати, очень хороший объем сохранится. Не только чистота головы, но еще и шевелюра будет пышная, объемная в течение нескольких дней. Делаем массажик себе такой вот головы. А параллельно у меня нагревается плойка. Ставлю на самую высокую температуру. Если вы бережете свои волосы, ставьте чуть-чуть меньше. Не забываем про термозащиту. Ее я наношу перед сушкой и перед укладкой на высоких температурах. Защищу по максимуму хоть как-то. Самый простой вариант для меня это разделить волосы на две части. На правую и левую, как бы по моему прямому пробору. И выделять только те пряди, которые я планирую завивать. А остальные при помощи обычной прищепки так закрепляю, чтобы они не мешались. То есть я не делю волосы по секторам. Для меня кажется это как-то сложным. Может быть руки не с того места растут, я не знаю. Вот так намного проще. Наша плойка нагрелась и мы готовы завиваться. Тут ничего сложного нет. Я вам покажу на нескольких прядях. Просто очень сильно зажимаем и ждем. Несколько секунд. По наитью. Вот вам кажется, что волосы все нормальные. Еще пока не отвалились, но уже завились. Вот такого внутреннего ощущения мы ждем. Чем тоньше прядку вы будете брать, тем лучше локон будет завиваться. Но в свое оправдание скажу, что не всегда у меня подобные укладки, даже на очень высоких температурах, держались хорошо. Возможно, вы видите, у меня есть волосы чуть посветлее. Они крашеные. И, конечно же, крашеный осветленный волос, пористый, держит локон намного лучше. Это факт. То есть не расстраивайтесь, если вы никогда не красились, если у вас здоровые свои волосики, какого-то особенно темного оттенка, и они не держат локоны. Да, такое бывает. В данной укладке особо никакие навыки не нужны. Но чем больше времени вы потратите на каждую прядь, чем аккуратнее вы это сделаете, тем, конечно же, они получатся симметричнее и, опять же, аккуратнее. Вот такой у меня промежуточный результат. Давайте сейчас это делаю и вернусь к вам. Вы только посмотрите. У меня такого объема, как с этой укладкой, не было, наверное, никогда. Чем более пышные и такие рассыпчатые ваши волосы, тем дольше они продержат укладку и будут чистыми. Также дополнительно наношу сухой шампунь. Опять массирую и распределяю. Вот такая расческа гребень моя помощница на следующие несколько дней, и пока я буду ходить именно с такой прической, я не расчесываю волосы, когда кудрявая обычная расческа, потому что она может разбить и распрямить наши волосы. А вот такой гребень просто может вычесать небольшие колтунчики и обновить также укладку. Смотрим на результат. Итак, пошел второй день, и я напоминаю вам, что я демонстрирую вам свои самые любимые прически, которые очень просты в исполнении. И сейчас будет моя личная разработка, изобретение, за которое я не прочь, чтобы мне дали премию. Вы первые, кто вообще увидит на мне такую прическу. Обратите, пожалуйста, внимание на этот уникальный и весьма заурядный ободок. На нем есть вот такие заколочки, которые очень помогут сделать нам что-то красивое с волосами. Для начала разделим по пробору наши волосы. Девочки, ровно вам видно? Надеюсь, что ровно. Но ничего страшного, кое-как сделали, этого все равно будет не особо видно. Точнее, вообще не видно. Мы это делаем для удобства. Далее мы должны выделить всю зону роста волос. Точнее, именно те волосы, которые являются челкой. Ну или когда-то ей были. О! Ровно! Супер! Отодвигаем эти волосики, чтобы не мешали. Держим в одной руке. Другой рукой, резинкой убираем волосы. Так же, чтобы они не лезли. Ну вот так вот, тяп-ляп. Вот так. Сойдет. Дальше я прочесываю челочку, чтобы не было никаких колтунчиков. И надеваю. Правда, это сложно сделать, потому что ничего не видно. И надеваю именно на вот эту зону ободочек. Господи, все лезет. Все лезет в глаза. Вот так. Отделяем небольшую прядку прямо перпендикулярно нашей одной из заколочек. Мне удобнее начинать с середины. Остальные волосы прячу пока за ушки. Важно, натяжение пряди должно быть как бы в сторону самой заколочки, чтобы получилось красиво и аккуратно. И дальше мы просто вот так постепенно пытаемся закрутить наш клок волос. Да, вы ведь блогер из меня так себе. Крутим-вертим, крутим-вертим. Получится красиво, я вас уверяю. Держимся прямо у основания. Другой рукой открываем заколку и защипляем. Покажу, как это выглядит вблизи. То же самое делаем со всеми заколками. Если у вас получился слишком прелезанный эффект у зоны роста волос, можно просто взять тоненькую расческу и немножко прядки вот так вот вытащить. Если бы я знала о существовании таких ободков в школе, я бы точно была самой любимой ученицей своего зауча, потому что все волосики убраны, все такое аккуратненькое. Мне всегда ругали за распущенные волосы. Вот. На этом уже можно остановиться, но я прическу чуть-чуть усовершенствую. И если у вас достаточно утром свободного времени, вы тоже можете это сделать. Но хочу добавить, что даже на этом этапе прическа уже выглядит законченной, очень продуманной и красивой. Волосы сзади выглядят примерно вот так. Я хочу сделать легкую волну на волосах. Мне понадобится вот такая конфетно-розовая плойка. Пользуюсь я ей недавно, но она меня уже покорила своим интересным функционалом. Ее главная особенность в том, что она как бы сама накручивает волосы. Сейчас я покажу, как это делать. У нее есть три режима, три температуры. Естественно, ставлю на самую высокую, потому что иначе на моих волосах укладка держаться не будет. Про термозащиту я не забываю. Наношу ее щедро легкой вуалевой дымкой и чуть-чуть вот так вот распределяю. Выделяю небольшую тоненькую прядь. Остальные волосы закалываю наверх, чтобы они мне вот так вот не мешались. А я это даже вырезать не буду, чтобы вы понимали, что у меня тоже все бывает не с первого раза. Прядку нам нужно просунуть между вот этими зубчиками и нажать на кнопку. Оп! Ждем. Ну и реально магия. Мне еще очень нравится ее цвет. Реально. Ну реально. Такая веселушная. Я специально подобрала пижамку под цвет этой плойки. Да, надеюсь, вы это заметили. Пока я болякала, кудря уже сделалась. Тун-тун-тун. Делаем все остальное уголо. Итак, вот что у нас получилось. Обратите внимание, что я делала завиток только на нижней части волос. Как по мне, в такой прическе это намного уместнее. И если у вас злиные волосы, да, не обязательно завивать именно всю длину. Легкий завиток на концах может также освежить ваш область. И сейчас при помощи вот такой дырявой расчесочки аккуратно прочесываем всю шевелюру. У нас такое вечернее освещение. Меня Артур пригласил на свидание. Я это восприняла как предлог, чтобы доснять этот ролик. Поэтому сейчас будем делать нашу третью укладку. И я покажу, как делать самую популярную прическу. Конечно же, это гладкий, идеальный пучок. Вот прям такой, чтобы была волосинка к волосинке. Запоминайте все, записывайте. Приступаем. Нам понадобятся волосы. Желательно не первой свежести. Потому что делать гладкий пучок на чистые волосы, но это грех. Смысла нет никакого. Первым этапом я хорошо прощу свою шевелюру. Это просто необходимо. Потому что если что-то будет путаться в процессе сборки пучка, то останутся петушки, колтуны, неровности. Нам это, конечно же, не нужно. Прямо от корней прочесываю каждую прядь. Можно прямо так рукой проверить, не путаются ли волосы. Если между пальцами все идеально вот так проходит, то вы готовы делать вкладку. Разделяем по пробору. Можно в целом до середины где-то это сделать. Дальше нам понадобится любой гель, с которым вам комфортно работать. Мой самый любимый это Тафт. И это именно гель воск. Я вам сейчас продемонстрирую. Он очень нестандартной текстурой. Именно такой желейный, что ли. Такого я больше ни у какого бренда не встречала. Эта штука моя самая любимая на протяжении полутора лет. Только ее сняли с производства. Трэш. Теперь каждый раз, когда я в каком-то магазине нахожу ее в наличии, я покупаю вот в таком количестве. Девчонки, девки. Если вы раскупите это все, и я больше его никогда не найду, не куплю, будет очень грустно. Но если что, на всяких маркетплейсах еще можно найти его, но, конечно же, уже в три дорога. Но в целом я считаю, что этот гель стоит каждой своей копейки. Итак, наносим. Беру я вот такое количество. Кому-то может показаться, что много, но для меня это максимально оптимально. И растираю, разогреваю на ладошках. Дальше все очень просто. Промазываем корневую зону. И уже стараемся слепить форму нашей укладки. Так, примазать, пришлепнуть. Промазываем сзади и обязательно заднюю часть роста волос. Ну уже красота невероятная. Далее нам это все нужно предельно аккуратно причесать по направлению роста волос. Использую я для этого вот такую тонкую расческу. И поначалу делаю зачес только спереди. Беру плотные резинки, чтобы собрать волосы в хвост. Я использую две, потому что волосы у меня достаточно высокие. И только так волосы, собственно говоря, держатся. И аккуратно стараюсь повторно проделать все те же действия, но уже держа волосы в хвосте. На моей расческе есть также сторона с щетинками. Это также помогает для качественного и аккуратного зачеса. Прикладываю именно щетинками, сторону с щетинками, к волосистой части нашей головы. И прохожусь. Как будто бы, знаете, полирует нашу укладку. Вау! Эффект видно сразу. Почему я раньше не знала о существовании такой щетки? И на каждом этапе я приглаживаю еще укладку ладонью. Вот так. Девчонки, если приловчиться, это процесс очень несложный и достаточно понятный. Но, конечно же, нужны тренировки. К минимуму, в первые разы руки точно сильно затекают. Финально проверяем, чтобы нигде не было вот таких пустот. И мы готовы завязывать. Мне нравится, когда пучок именно средний. Расположен не в самом низу, не совсем на макушке, а что-то среднее. Завязываю. И самое главное. Пучок. Как же его с первого раза закрутить в идеальную улитку? Опять же, берем гель для волос, промазываем ручки уже в небольшом количестве и наносим на сам хвостик. Мне безумно нравится, опять же, еще этот гель тем, что он не застывает практически вообще. То есть он, правда, очень податливый. Сколько бы вы времени не зачесывали свой пучок, то гель не застынет и не превратится в такой бетон. Это для меня самый главный плюс. И, как вы видите, он такой мокроватый, влажноватый. И за счет этого остается блеск на волосах, что тоже несомненный плюс. Но я согласна, что такой формат может подойти не всем. Итак, хвост нам тоже его необходимо слегка прочесать, чтобы он был аккуратненький, красивенький. И наматываем его к себе или от себя, я думаю, это не особо важно, вот в такой рулетик. Жгут прям до самого конца. Поворачиваемся, можно посмотреть в зеркало. И крутим как бы в противоположную сторону. И обматываем. Закрепить можно невидимками или, как я чаще всего делаю, обычной опластной резинкой. Ну здесь там красиво. Чтобы такая прическа прослужила дольше, можно перед выходом из дома кинуть себе в сумочку вот такой стик воск для волос. Вещица не заурядная, но очень помогает. Можно какие-то волосинки, которые повылазили в течение всего дня, вот так вот аккуратненько назад пригладить. И зафиксирую все обычным спреем для волос со средней фиксацией. Запах детства. Девчонки, я продемонстрировала вам целых три прически, которые сейчас, по моему мнению, одни из самых классных и трендовых. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая вам понравилась больше всего и будете ли вы что-то из этого повторять. Я правда старалась делать это видео максимально информативным и полезным для вас. Поэтому буду очень благодарна, если вы поставите лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Все мы знаем, что YouTube сейчас в непростой ситуации. И если вы поддержите мой контент, мне будет безумно приятно. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok